На линии фронта за прошедшие сутки произошло 116 боевых столкновений. По уточненной информации, в целом, российские агрессоры вчера наносили удары по нашим позициям и населенным пунктам в непосредственной близости от позиций наших войск. Было нанесено 5 ракетных ударов с применением 5 ракет, то есть все удары были одиночные, 58 авиационных ударов, в том числе в ходе этих ударов было сброшено на наши позиции 94 корректируемых авиационных бомб, 94 КАВа. Более 3000 обстрелов совершила вражеская артиллерия, из них 127 с применением реактивных систем залпового огня. Также в результате таких террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Авиационные удары противник сосредотачивал в основном в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Здесь наибольшее количество авиационных ударов было осуществлено вражеской артиллерии за прошедшие сутки. Ну а теперь пройдемся немного по оперативным направлениям. Сегодня линия фронта была, количество боевых столкновений снизилось почти на 30% по сравнению с предыдущими сутками. Но все равно противник был активен, но активен не на всех оперативных направлениях. Итак, начинаем с Харьковского, линия фронта. Направить здесь произошло 7 боевых столкновений с расширскими захватчиками. Отражены 4 атаки в районе села Лепцы и 3 атаки в городе Волчанск. В Волчанске боевые столкновения в центре города продолжаются и до сих пор. Но тут надо также боевые действия, а та одна из атак, вражеская, была осуществлена противником в районе села Старица. Ситуация здесь контролируется. Тут мы, в принципе, остановили предвижение противника. И, как я и говорил, здесь сохраняется... Сейчас для врага там вырастает дилемма, очень большая дилемма. Что делать дальше? Дальше надо либо перебрасывать сюда войска с других оперативных направлений, потому что резерва нету. На стратегического резерва, чтобы где-то вытянуть из глубины страны подготовленного, укомплектованного и обученного с техникой и вооружением. Такого нету. Сегодня у вражеской федерации, несмотря на все их усилия. Поэтому надо либо для того, чтобы нарастить усилия и достигнуть каких-то результатов, хотя бы в оперативном масштабе, а не в тактическом, как они зашли до 8-9 километров, углубились в нашу территорию. Достигнуть оперативного масштаба, который состоит в том, чтобы максимально постараться оттянуть наши войска с Купинского направления или прорвав нашу оборону, как они думали, взяв быстро... Как они? За два дня Волчанск, да, они хотели взять. И двинуться в направлении Купинска. Для того, чтобы, зажав в клеще наши войска на Купинском направлении, постараться и отрезать кусок территории Харьковской области, и заодно решить вопрос с выходом на границу Харьковской и Луганской областей. То есть то, что изначально закладывалось в одну или озвучивалось среди множества целей вот этой так называемой специальной военной операции, как Путин называет войну, точнее как расшисты называют войну против нас. Но они не смогли. И вот теперь надо либо резерв сюда перебрасывать, для того, чтобы нарастить усилия и двинуться дальше, либо пока продолжить вот в таком вяло текущем темпе атаковать наши позиции. Но это не может продолжаться долго, потому что все равно сюда нужна подпитка резервов. Мы довольно серьезно наносим урон противнику, они несут довольно ощутимые потери, как в технике, так и в личном составе. И все равно даже эта небольшая группировка войск, она требует постоянной подпитки. А подпитку взять негде, тогда надо урезать в чем-то фронт. Вот такая вот дилемма у противника стоит, что делать дальше с этим плацдаром и в какую сторону двигать его развитие. Так что сейчас мы будем наблюдать, я думаю в ближайшие несколько недель мы будем наблюдать, как враг будет решать эту дилемму. Здесь надо еще отметить, на Харьковском направлении в течение прошедших суток наша артиллерия, в том числе и реактивная, поработала над логистикой вражеских войск. За сутки было уничтожено 3 полевых склада с боеприпасами и 8 укрытий личного состава. То есть они пытаются оборудовать укрытие для того, чтобы второй эшелон, то есть резерв, мог где-то укрыться и в свое время подменить первый эшелон и вступив в бой. Наша разведка наоборот старается охотиться и вычислять вот такие вот блиндажи с размещением личного состава. Ну а соответственно дальше уже и впеведроны, и артиллерия, в том числе и реактивная, эти блиндажи уничтожает. Отсюда кстати и потери достаточно высокие на этом участке, но остановиться враг уже не может. Так что 8 укрытий и 3 полевых склада с боеприпасами. Далее у нас идет Купенское направление. Вот это то, куда они хотят зайти в тыл для того, чтобы попытаться вынудить наши войска уйти с Купенского направления и оставить эту территорию для захвата рашистских войск. Здесь активность упала почти в два раза, то есть по сравнению с предыдущими сутками противник всего лишь 13 раз атаковал наши позиции в надежде вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Здесь боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Степная Новоселовка, Андреевка и Невская. Но мы тут уже там особенности местности, поэтому очень много на броне не поездишь, плюс броня в дефиците, начинается ощущаться дефицит брони у рашистских войск. Поэтому мы научились уже отбивать такие атаки, что 20 атак в предыдущие сутки, что 13 атак в прошедшие сутки. Мы не допустили потерь наших позиций, враг нигде не продвинулся. К вечеру, когда версталась эта сводка, бои на четырех локациях еще продолжались. В Петропавловке, Степной Новоселовке, Дружелюбовке и Невского. Но в принципе наша оборона показывает довольно хорошую устойчивость и враг успеха не добился. Линия фронта на Купинском направлении не изменилась. Далее у нас идет Лиманское направление. Здесь мы тоже отмечаем снижение боевой активности практически в два раза. Всего пять подпыток было предпринято противникам продвинуться вперед в районах населенных пунктов Терны, Торское и в Серебрянском лесу. Здесь до сих пор на конец суток бои продолжались в районе населенного пункта Тернов. У противника успеха не было. Ситуация здесь контролируемая нашими войсками. И враг, понеся потери, отходит на исходные рубежи. Линия фронта на Лиманском направлении остается без изменений. Далее Краматорское направление надо отметить. Здесь, хотя несколько всего лишь было предпринято попыток атаки наших войск. Но, к сожалению, противник на... Атаки в основном пришлись на рубеж Клещевка-Андреевка. И надо констатировать, что к северу от населенного пункта Андреевка противник имел частичный успех. Наши войска оставили несколько позиций и враг продвинулся на несколько сотен метров вперед. Далее, а в остальном, на Краматорском направлении, на всех остальных участках, линия фронта не изменилась. Далее Покровское направление. Тут в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклинения в нашу оборону. В основном все атаки были из района населенного пункта Очеретина. Там было 9 попыток наступать в разных направлениях. Также идут бои в районе Сокола, Невельского и Новоселовки-1 и Нетайлова. В районе Очеретина все атаки были отражены. 9 атак. А всего на этом оперативном направлении было 23 боевых столкновения. То есть 23 атаки предпринял враг на нашей позиции. Но, к сожалению, при поддержке авиации и артиллерии в районе населенного пункта Нетайлова Враг имел частичный успех. Тоже наши войска оставили несколько позиций. И противник продвинулся на несколько сотен метров вперед. В общей сложности, как я и сказал, всего на Покровском направлении. Оно остается самым горячим. Оно остается самым активным в ходе боевых действий. Если предыдущие сутки было 25 атак, сейчас 23 атаки. То есть здесь враг не сбавляет темпом наступления. Даже не темпом, неправильно сказал. Здесь враг не сбавляет боевую активность в попытках атаковать наши позиции. И, к сожалению, иногда добивается частичного успеха. Наши защитники принимают активные меры для стабилизации линии фронта. Активно работает наша артиллерия. Здесь у нас обеспечиваются резервами наши войска. Для того, чтобы не допустить серьезного прорыва обороны нашими войсками. Ну, в принципе, если посмотреть на карту, то, как мы и говорили, вот эти небольшие отходы с максимальным изматыванием противника и с выходом на рубежи обороны. Сейчас, в районе того же Нитайлова, противник движется к Карловскому водохранилищу. Дальше для противника тупик. Он попадает в такую... С одной стороны у него с севера будет Карловское водохранилище, с юга будет у него река с небольшим каскадом малых водохранилищ. То есть он заходит в глухой угол, дальше ему для продвижения надо будет форсировать водную преграду. Ну, понятно, что Карловское водохранилище, оно очень большое, а вот река, она поменьше. Но все равно форсирование водной преграды это очень серьезное мероприятие, а под огнем нашей артиллерии оно даже не... Я думаю, что вряд ли осуществимое. Поэтому мы постепенно откатываясь... Я хочу подчеркнуть, что тут не надо делать панических выводов, что мы отступаем. Нет, мы уступаем частично нашу территорию в обмен на количество потерь, которые несет враг. А сами постепенно отходим на подготовленный рубеж обороны, который идет по водным преградам и который идет по гряде господствующих в этой местности высот. Далее, для того, чтобы, конечно же, остановить противника именно на этом рубеже обороны, который был подготовлен, еще раз напомню, заранее. Заранее. Далее, на остальных оперативных направлениях тут ситуация существенных изменений не претерпела. И, в принципе, линия фронта больше нигде не изменилась. Все попытки атаковать наши позиции на Кураховском, Ореховском, Приднепровском направлениях потерпели неудачу. И враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. По огневым задачам, выполненным силами обороны Украины за прошедшие сутки. За прошедшие сутки воздушные силы и ракетные войска, и артиллерия силы обороны Украины поразили 14 районов сосредоточения личного состава и два других важных объектов врага. В общем, общие потери, точнее, общие потери расистских захватчиков за прошедшие сутки составили в личном составе 1160 человек. В технике и вооружении в танках 10 танков враг потерял, в боевых бронированных машинах 22 единицы, в артиллерийских системах 35 единиц, в реактивных системах залпового огня 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 22 единицы, в автомобильной технике 53 единицы и специальной технике 11 единиц. Вот такие потери суммарно на всей линии фронта от Харькова до Олешек понес враг за прошедшие сутки. Ночью нашими дронами Камикадзе Магура В-5, это дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины, были осуществлены атаки на некоторые порты Крымского полуострова. Целью атаки были российские плавстредства в бухте Узкая, что в поселке Черноморское, временно оккупировано украинского Крыма. И несмотря на попытки противодействовать, кстати, есть очень классное видео, рекомендую, когда дрон Магура В-5 идет к цели, а российская артиллерия пытается этот дрон поразить. Он маневрирует, разрывы ложатся справа-слева, но дрон продолжает свое движение и достигает цели. Также в Крыму, только уже с другой стороны Крыма, а именно в районе Керчи, был нанесен ракетный удар по паромной переправе, Керченской паромной переправе. Местные, ну, несмотря на то, что там представитель или советник главы Крыма, коллаборант некий Крючков, сообщил, что повреждены автомобильные железнодорожные паромы, и то он сказал в результате падения обломков ракет. Но, как всегда, местные жители проявили инициативу и все выложили в сеть. Так вот, местные жители насчитали от 6 до 20 взрывов в районе Керченской паромной переправы. В результате вот этих двух атак, с одной стороны ракетный удар по Керченской паромной переправе, с другой стороны атака дронами Магура В-5, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, общие потери вражеские, это предварительные пока цифры, общие вражеские потери в плавсредствах, это главная была цель, уничтожение плавсредств составили. Лоцманский катер «Мечта» ушел под воду, два парома повреждены «Авангард» и «Корнотрейдер», и четыре транспортно-десантных катера КС-701 «Тунец». Очень важно, кстати, очень, я неоднократно даже в своих интервью и у себя на канале говорил о том, что очень важно было бы нанести поражение вот этой паромной переправе. Почему? Потому что основная часть, точнее не основная, а часть грузов и техники, и вооружения идет именно паромными переправами. Паромов катастрофически не хватает, они не смогли все восстановить, там несколько паромов ходит. Из числа тех старых, которые они попытались поставить в строй, одни разбирали, другие ремонтировали. Стандартный метод каннибализма для Рашистской Федерации. Так вот, они даже в качестве паромов использовали, Рашистские оккупанты, использовали большие десантные корабли для перевозки техники вооружения и грузов в Украинский Крым временно оккупированный. Фуры не ходят по мосту, автомобильной части моста, их не пускают, автобусы не ходят, тоже большие автобусы не пускают. И они все идут на паромную переправу, их переправляют паромами. Вот именно поэтому это фактически, ну будем так говорить, как еще одна линия снабжения Крыма, и вот мы ее практически ликвидировали. Ну как, будем так говорить, повредили. Дальше я думаю, что мы продолжим эти удары на нашей стороне, точнее по нашей территории, Крым это территория Украины. Вот, поэтому я думаю, что мы продолжим. Это такой первый массированный ракетный удар, которые могут быть повторены для того, чтобы повредить и оставшиеся паромы. И железнодорожный, и автомобильный повредили, что очень нам на руку. Далее еще Рашистская Федерация предприняла, после очень длительной паузы, Рашисты предприняли попытку сегодня пойти на штурм острова Нестрига в Херсонской области. Помните, да, об этом сообщает пресс-центр силы обороны Юга. К сожалению, можем констатировать существующее обострение на линии боевого столкновения. Враг некоторое время аккумулировал свои определенные силы для того, чтобы в очередной раз осуществить такую эскалацию, заявил представитель пресс-центра сил обороны Юга. Обострение связано прежде всего с тем, что идет подготовка к саммиту мира, который должен состояться 15-16 июня в Швейцарии. Ну, остров и саммит мира как-то далековато, наверное, будет. Хотя, здесь можно, наверное, связать с тем, что Рашистская Федерация, особенно сам Путин нелегитимный, очень хочет подчеркнуть перед западом коллективным, показать, что он способен захватывать чужую территорию и может продолжать войну бесконечно долго. Ну, насколько это соответствует действительности, точно сказать нельзя, но то, что силы Рашистской Федерации иссякают, об этом говорит, что после таких вот угроз и бравурных заяв, Путин тут же предлагает сесть за стол переговоров, но главное, надо прекратить огонь. Он прекрасно понимает, что ресурсы становятся все меньше и меньше, и вести войну на истощение с коллективным Западом, который, видите, вы видите, какие пакеты помощи начинают предоставлять Украине. Все исчисляется миллиардами долларов, все исчисляется сотнями единиц техники. Сейчас дадут самолеты дальней радиолокационной разведки, уже подтверждается, что их будет все-таки два этих самолета, и они будут наводить нашу авиацию. Это просто создаст на поле боя критическую ситуацию для техники врага, потому что выбивая авиацию или завоевывая господство в воздухе, Рашистская Федерация не сможет наносить эффективного огневого поражения нашим войскам, ну и не сможет защищать свои войска от воздействия нашей артиллерии. Потому что и нашей авиации, потому что выбивая, завоевывая господство в воздухе с помощью вот таких вот самолетов, разведчиков и наводчиков, мы же будем наносить огневое поражение противнику. Это расчищается небо для нашей авиации. Именно расчищается небо. Везде стараемся попасть именно по радиолокационным станциям, именно по средствам ПВО. А этот самолет просто... Будет теперь обратная картина. Помните, как мы всегда переживали из-за полетов вот этого Ил-76, дальнего радиолока А-50, да? Мы понимали, что он срисовывает всю картину. Все РЛС, которые включаются в системе ПВО, он все их засекает и потом обрабатывает данные и выдают координаты для нанесения ударов по этим участкам. Теперь будет абсолютно обратная картина. Наш самолет дальнего радиолокационного обнаружения будет срисовывать картину построения системы ПВО врага и потом туда наша авиация будет наносить удары. А за счет того, что ракеты западного производства они более высокотехнологичны, я имею в виду в плане своих тактико-технических характеристик, например, у них дальность 160-180 километров. Это намного больше, чем максимальная дальность досягаемости российских ракет. Да, они там пытались продемонстрировать ракету на 300 километров, но это просто демонстрация. Ее нет в сирийном производстве на сегодняшний день. И когда она появится, сказать очень трудно. через сколько месяцев к этому времени и господство в небе может быть полностью на нашей стороне. Так что вот такая вот ситуация в плане проявления агрессии со стороны врага и в плане ожидания, нашего ожидания помощи от партнеров, которая позволит нам выровнять положение на линии фронта в нашу пользу. Или переломить его, даже перетянуть его в нашу пользу. Субтитры создавал DimaTorzok